Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Практичность и экзотика. Центральная улица Анапы преобразится к новому сезону. Дорогами славы юные казачата отправились в город-герой Керчь. Определили сильнейшего. В Анапе прошли соревнования по армрестлингу. 15 февраля. 27 лет назад в этот день завершился вывод ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан. Десятилетняя война была закончена. В Анапе прошла череда памятных мероприятий, посвященных этой дате. Подробности в нашем материале. Утро понедельника. Глава Анапы встречается с матерями воинов-афганцев, погибших при исполнении воинского долга и ветеранами боевых действий. Сегодня, по словам Сергея Сергеева, почетная обязанность каждого – помнить о подвиге тех, кто не вернулся с этой войны. Честовать здравствующих. Государство увековечило день вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан. День окончания вывода 15 февраля 1989 года. Но с прошествием времени наша страна имела несчастье участвовать еще в нескольких конфликтах, военных конфликтах, которые рождались для того, чтобы защитить наше государство. Я действительно так считаю. И сегодняшние события, которые происходят вокруг нас, наши дети, внуки, которые сегодня находятся в Сирии, которые поддерживают конституционный строй на Северном Кавказе, находятся в режиме, что греха таить, войны. Поэтому, мне кажется, то, что мы сегодня проводим и будем проводить ежегодное мероприятие в сквере боевой славы, это нужно сегодня больше не нам, а тому поколению, которое должно запомнить. Городские власти и ветеранские организации давно и успешно работают вместе. Цель одна – не оставить без внимания тех, кто сегодня нуждается в поддержке. Поручения главы Анапы о помощи мамам погибших парней воплощаются в конкретные дела. Сертификаты на санаторное лечение, закрепление за каждой семьёй сотрудников администрации и другое. Общественники вносят свой вклад в общее дело. Усы боевого братства и память о ребятах, которые остались на афганской земле, конечно, нас обязывают окружить вас вниманием заботы, окружить внимание заботы раненых и инвалидов. Отдать дань высокого уважения всем тем, кто исполнил свой долг перед Родиной. И в решении этих задач перед ветеранскими нашими организациями помощь оказывает огромный и муниципалитет города, курорт Анапы. В завершении награждение. И спустя годы этим людям есть за что сказать спасибо. Их гражданская позиция – не просто слова. После встречи – митинг, посвященный памятной дате. В сквере боевой славы собрались те, кто прошёл дорогами Афганистана. В одном ряду с ними ветераны Великой Отечественной войны. И море людей. Анапчане не забывают о своих земляках. Сегодня ветераны Афганистана и Чечни с успехом принимают от ветеранов Великой Отечественной войны эстафету патриотического воспитания подрастающего поколения. В школах, вузах, техникуме, в войсках коллективах они говорят правду о той войне, а рассказывают, как это было. Оказывают материальную и моральную поддержку семьям погибших. Активно участвуют в общественной работе. Лидия Веремеенко не дождалась войны своего сына Юрия. Боль утраты бередит сердце. И потому всем она сегодня пожелала одного – мира и любви. 20 юных анапчан, учеников казачьих классов, минувшие выходные отправились на экскурсию в Крым по местам сражений Великой Отечественной войны. Это поездка осуществляется второй раз в рамках Мечника обороны массовой и военно-патриотической работы. Мы везем детей казачьих и детских классов, которые учатся на хорошо и отлично. Осуществляется поездка за счет Анапского районного казачьего общества при поддержке администрации города Курорта. Мы планируем посетить, конечно же, это каменоломни Керченские. Это самый главный объект, сердца которых затронули после первой поездки. Ну, детские сердца затронули этот объект. Ну и, конечно же, храеведческие музеи города-героя Керчен. В Аджимужскайских каменоломнях города Керчи с мая 1942 года держали оборону советские войска, а также примкнувшие к ним мирные жители. Еду, питьевую воду и оружие добывали в вылазках, фактически с боями. По данным историков, осада длилась около 170 дней. Из 13 тысяч человек выжили лишь 48. Новое зеленое убранство улицы Горького в Анапе будет сочетать в себе неприхотливость и экзотичность. Об этом рассказали в Зеленстрое. В питомнике предприятия уже подготовлено к высадке 70 платановидных кленов. Нагибаем побег, смотрим одну из почек, разламываем ее, если почка у нас внутри зеленая, значит дерево перезимовало. Этим деревьям по 8 лет. Их вырастили семечки, что, по словам главного агронома питомника Андрея Коваленко, делает растения устойчивыми к местному климату. Помимо этого, такой клен менее подвержен воздействию вредителей. Вокруг стволов высадят несколько сортов кан с различными цветами и оттенками листьев. Каны – многолетние растения, родом из Южной Америки, которые зимуют в клубнях. Это сочетание ярких красок, скажем так, в приствольном круге, то есть внизу, на нижнем уровне. И красивая ажурная крона зеленого цвета, дающая тень в верхнем ярусе озеленения. Как мы сообщали ранее, будет реконструирован участок улицы Горького от Гребенской до Краснодарской. В Анапе прошла научно-практическая конференция юных экологов. Победившие участники будут представлять наш город на краевом уровне. Помимо выступлений, также состоялась презентация настольной игры, посвященной заповеднику Утриш, которую придумал ученик шестой школы. Данил Захаров – постоянный участник экологических конференций. Раньше занимался исключительно научной работой. Два года назад загорелся идеей создания познавательной настольной игры про Утриш. Сейчас при помощи сотрудников заповедника игра появилась на свет. Так как многие дети не любят много читать, я придумал в форме игры. Потому что многие любят поиграть, и так играют, что они будут развиваться и узнавать новые интересные о заповеднике. Во время заключительного этапа научно-практической конференции «Юный эколог-исследователь» выбирали лучшие работы из 11 вышедших в финал. Каждому победителю была вручена эта игра, чтобы они со своими друзьями смогли ещё раз изучить обитателей заповедных мест. Именно в игровой форме лучше всего познаётся природа, уверен Сергей Терентьев. Любить природу – это значит любить свою родину. Это вопросы и патриотического воспитания, и сохранения окружающей среды, и исследования её. Они углублённо изучают окружающий мир, животный мир, растительный мир. Вы же видите, какая игра была составлена, очень интересная. Действительно, краснокнижные растения, краснокнижные животные, которые сегодня присутствуют в урочи Чиутриш. На конференции, длившейся целый месяц, было представлено более 50 работ анапских школьников. Все они боролись за право защитить свой труд на краевом уровне. А лучшие из лучших там смогут выступить уже на всероссийских экологических форумах. Молодые и активные анапчане приглашаются. С 19 февраля стартует Кубанская школа вожатых. Участниками могут стать молодые люди возрасте от 18 до 29 лет. После обучения по профессиональной программе юноши и девушки получат сертификат вожатого и возможность трудоустроиться на лучшие лагерные и форумные площадки Краснодарского края. Подать заявку на участие в общественно-образовательном проекте Кубанская школа вожатых можно на сайте, указанном на экране, или заполнив специальную форму в молодежном центре 21 век. Заявки на первый этап обучения принимаются до 17 февраля. Кто не успеет на первую сессию, сможет заявиться на вторую, которая начнется 12-13 марта. Еще одна операция силами отдела ГИБДД проводится на территории города-курорта Анапа. Словное название – тонировка. Цель данного мероприятия – выявление водителей, разъезжающих с тонированными стеклами. Какие последствия грозят автомобилистам, пренебрегающим правилами дорожного движения, мы поинтересовались у начальника отдела ГИБДД по городу Анапа. К данным водителям будут применены санкции. Это составляется административный материал по статье 12.5.6.3.1 за управление с тонированными стеклами. Также будут выдаваться требования на устранение выявленных недостатков. В случае невыполнения требования на водителей будет составляться административный протокол по статье 19.3 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Преусмотрен арест до 15 суток. В эти выходные в Анапе прошли соревнования по армрестлингу в рамках 23-х спортивных игр среди сельских округов. Этот вид спорта в крае стал популярен более 15 лет назад и с тех пор интерес к нему только растет. Организатором мероприятия выступило Управление по физической культуре и спорту города-курорта Анапа. Спортсмены выявляли сильнейших в шести весовых категориях среди мужчин и в двух категориях у женщин. По итогам соревнований в общекомандном зачете третье место у спортсменов Гайкадзорского сельского округа. Серебряными призерами стали жители Первомайского сельского округа. Абсолютным лидером стали спортсмены из станицы Анапской. В дальнейшем спортсменов сельских округов ждут новые старты. Им предстоит проверить свои силы в гиревом спорте и настольном теннисе. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2». в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok